Доброе утро коллеги, с вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы увидели попытку уйти ниже минимума в понедельник, прошли их буквально несколькими свечами и на текущий момент тенденция краткосрочной на снижение остается в приоритете. Если говорить о покупках и о следующем импульсе в область 1.13, то паре нужно закрепиться как минимум за максимум вчерашней торговой сессии в область 1.12.23. Пара британский фунт, американский доллар продолжает торговаться в диапазоне 1.27-1.26. На текущий момент, если говорить о продолжении нисходящего движения, то паре необходимо уйти ниже отметки 1.26.30 минимум, которые были вчера, в понедельник и на прошлой неделе, в пятницу. Если говорить о покупках и о начале восходящего движения по данной паре, то необходимо закрепление выше отметки 1.27.72. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера прошла уровень максимальных значений, которые были в понедельник, закрепились выше этого значения. К концу торговой сессии у нас была коррекция в область минимальных значений в область 1.75.23, но обновить локальный минимум пока пара не смогла. Поэтому на текущий момент краткосрочное движение на укрепление по данному инструменту остается в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется выше минимальных значений в области 1.75.21. Пара американский доллар и японская иена находятся в нисходящем движении. На текущий момент важный уровень, который мы можем отметить, это среднесрочное значение в области 1.10.81, максимум, который был зафиксирован 9 июня. Если говорить о краткосрочных уровнях, то здесь нужно взять во внимание максимум, который был зафиксирован вчера, значение 110.27. Если пара преодолеет данный максимум, закрепится за ним, то тогда мы можем говорить о начале роста в краткосрочной перспективе по данной паре. На текущий момент тенденция на снижение также остается в приоритете. Пара американский доллар и канадский доллар снижаются, дошли до целевых значений на среднесрочных уровнях в область 1.32.17. Преодоление данной отметки и закрепление за ним уже открывает дорогу на следующее снижение в область 1.30. В рамках краткосрочных уровней мы можем также ожидать в ближайшей перспективе коррекцию, которая позволит присоединиться по данной паре к основному движению на ослабление американского доллара. Пара евро-фунт вчера скорректировалась к минимальным значениям, которые были в понедельник, область 0.8778. И на текущий момент данный уровень также должен быть взят во внимание. Если пара закрепится ниже данной отметки, то тогда уже вероятно начало нисходящего с начала краткосрочного движения, которое в свою очередь может перерасти в среднесрочные снижения по данному активу. На текущий момент основное движение, основное направление остается на укрепление евро-фунта. Золото сегодня с утра преодолевает максимум вчерашних значений. Это область 1268 долларов за тройскую унцию. И на текущий момент формируется сигнал на начало восходящего движения по данному активу. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если золото уйдет ниже минимальных значений, которые были вчера. Это область 12259 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent пока продолжает торговаться в боковом диапазоне. Вчера подошли к минимальным значениям, которые были в понедельник. Это область 4770, но ниже этого уровня пока нефть не ушла. Уход ниже данного значения откроют предпосылки на продолжение нисходящего движения по нефти марки Brent. Ну и индекс доллара продолжает снижаться. Вчера закрепились ниже минимума в понедельник. Значение 9701. И также на текущий момент тенденция по данному инструменту остается на снижение. Ближайшая цель находится в области минимальных значений, которые были 7 и 6 июня. Область 9647. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман и увидимся на следующих обзорах.